Праздник Песох Праздник Песох Мы приближали его как могли И относительно небольшая кучка людей выходит из плена Для того, чтобы стать примером свободных людей Они служат прообразами Прообразами тех людей, которые оставляют задние и простираются вперед И происходит это не сразу Когда мы читаем с вами книгу Исход Мы видим, что народ буквально выгрызает Буквально борется за каждый метр свободы И проблема здесь не просто в каких-то фараонах Не просто в фараоне Не просто в том, что было Но проблема здесь в том, что происходит внутри сердец евреев Внутри народа, который до конца еще не осознавал себя как народом И шаг за шагом спадают оковы Преображается их внутренний мир Тот, кто был никем в своих глазах Он становится одним из ключевыми личностями в глазах Господа Итак, друзья Несколько основных мыслей Песох – это путь И здесь нужно это понимать Для нас это очень хороший образ и хороший пример Это путь шувы Путь освобождения Путь обращения от мертвой жизни К живому активному служению перед Богом И говоря об осознанном следовании за Богом То это, друзья, начало Иными словами, люди, у которых не было особо призвания изначально Они не до конца его понимали Они не до конца понимали то предназначение, которое Господь имеет для них Они становятся на направление формирования себя как народ Небольшая группа людей начинает становиться народом И вы знаете, что этот путь очень сильно похож на наш с вами путь сегодня Песох – это путь Это начало пути, который состоит из трех этапов И для нашей жизни это также Три этапа Прежде всего, это искупление Потом это служение И третье – это пребывание в святости Послание к римлянам, 6 глава, 22 стих говорит Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу Плод ваш есть святость А конец – жизнь вечная Искупление Мы говорим об этом термине очень-очень много Кто-то кого-то от чего-то выкупил И мы понимаем, что Бог отделяет для себя и своих целей определенный народ Он берет простых людей и ставит их в уникальное положение перед собой Бог ставит их в правильное положение перед собой Он делает их праведными И кровь Агнца – это была та красная линия, которая отделяла дома тех, кто уверовал От тех, кто просто смотрел на то, что происходило в то время И может показаться, друзья, что наша с вами цель – это просто стать в правильное положение И многие верующие люди, вы знаете, они так и ориентируют себя Вот мне достаточно, что я покаялся Мне достаточно, в общем-то, что я примирился с Господом Я помолился когда-то молитвой покаяния И этого достаточно Теперь я прихожу просто в церковь Я делаю какие-то небольшие простые дела И у нас с Господом все хорошо Но на самом деле, если мы смотрим на исход, если мы смотрим на Песох Мы понимаем, что искупление от власти фараона – это всего лишь начало пути Ты вышел, молодец, но не значит, что ты дошел И всегда для нас это важно помнить Да, мы освободились от власти сатаны Да, действительно, через Ишуа Мессии нам дарована свобода Но это еще не значит, что мы дойдем туда, куда мы направляемся И Израиль тому пример, друзья Мы можем видеть, что многие из них, многие-многие остались по пути Итак, искупление – первый шаг Следующий шаг – это служение Обязательный этап нашего с вами преображения Во время служения мы учимся тому, кто есть Господь Израиль, когда вышел из Египта, они не до конца понимали, кто есть Бог Они слышали о нем, они видели чудеса в самом Египте, десять казней, но они не знали его характер Они не знали до конца, что есть правильно с его точки зрения, что неправильно И все пребывание в пустыне – это были уроки служения Там Господь дает им скинию И он говорит, вот я тебе объясню Как нужно приближаться ко мне Смотри, есть жертвы, которые мне приятны И есть жертвы, которые мне не нравятся Есть то, что я хотел бы, чтобы ты делал А что я бы не хотел, чтобы ты делал Во время того, как мы служим Мы учимся понимать, кто есть Господь Мы учимся понимать, какой образ жизни ему угоден И какой характер нам необходим внутри И все то, что происходило с Израилем в пустыне Было уроком для нас, друзья Того, как нам нужно служить Богу Они учились разницы между ним и между различными идолами Сейчас, когда мы приходим к Богу Когда мы с вами приобрели спасение Следующий этап, друзья, в который очень важно войти Надо войти в активное служение Искать это место в теле Христа Где мы можем быть частью общества Где мы можем быть теми, кто приносит плод Кто созидает для того, чтобы нам не остаться в пустыне Для того, чтобы нам не возвращаться обратно С этими идеями о Египте И не уходить в сторону поражения Я верю, что цель наша, когда мы находимся в служении В конечном итоге быть, знаете, как те священники Которые были перед лицом Господа На которых было написано Святыня Господня И я верю, что цель служения Привести свою жизнь в состояние полной святости Полного отделения для Господа А также, чтобы другие люди, глядя на тебя Они понимали, что вот это путь Это то, куда нужно идти Итак Оправдание, которое мы получаем от Господа Это всего лишь средство То есть это начало нашего пути Но не сама цель И мы читаем римлянам 8 главу 28-30 стих Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его Тем, кто был призван согласно Его изволению Ибо тем, кого Он узнал еще до сотворения мира Он предопределил стать подобным Сыну Своему Чтобы тот был первенцем среди многих братьев и сестер Тех, кому Он предопределил это Он также призвал Призвав, оправдал их перед собой И оправдал, прославил Итак То, ради чего все это происходит Друзья Стать подобными Сыну Его Иными словами Конечная цель Искупление Исхода Всех наших движений Всех наших потух Всего нашего служения Отразить Христа в своей жизни Отразить Мессию О Его характере, поступках Во всем том, что Он делает И на сегодняшний момент, друзья Вы знаете, что Современный мир, к сожалению Он отделил Понятие Пасхи Понятие Песоха От этой конечной цели Целью стало просто провести Хорошее такое, знаете, торжество Накрыть хороший стол Хорошо покушать и так далее И тому подобное Но на самом деле, друзья Все намного сложнее И намного далее Но хорошая новость в том Что Бог проходит вместе с нами Этот путь Он проходит и в столпе огненном И в столпе облачном Не отпускает нас Он заинтересован в том Чтобы наши сердца менялись Потому что Его жертва Она не была напрасна Он не разбрасывается Своей жертвой Он ценит свою жертву Поэтому Он борется За каждого из нас Итак На окончание Я просто вас ободряю, друзья Поднимайте свои руки Если вы понимаете Что ваша жизнь Она где-то там Где-то запуталась В этой пустыне Если вы понимаете Что вы вроде бы и вышли Но никуда не дошли Или не идете То, знаете, как Писание говорит Давайте остановимся И рассмотрим Где путь древний И давайте мы будем Идти этим путем Чтобы нам не погибнуть Как погибли многие и многие Пускай вас Господь благословляет Ободряет Пускай Господь вас ведет Не опускайте руки Мир на Израиле Аминь Эксперим